Всем привет! С вами Ворчащая Зибулка, Beasts of Bermuda и рубрика Обучалка. И в этом видео мы с вами снова кратко, четко и по пунктам пройдемся по игровым динозаврам. В частности, речь пойдет о хищниках. Первым динозавром в нашем списке является Акроконтозавр. Это один из довольно-таки интересных хищников в этой игре. Начнем с того, что он довольно-таки мобильный, подвижный. Он неплохо бегает, он не прям сказать, что скоростной, но скорость у него средняя. Он эдакий такой, эдакий паразауралов, но может чуть-чуть помедленнее него и выносливость, естественно, поменьше. Бегает, в принципе, на большие дистанции, что позволяет ему нагнать противника. И самому, если что, убежать от кого-то более крупного. Здоровье тоже у Акроконтозавра приятное, приемлемое. Он и не слишком жирный, и у него не слишком мало хп, а такое умеренное. Про него можно смело сказать, что это хищник с эдакой золотой серединой. Хороший, приятный, крепкий средничок. Тоже и касается в плане его урона. Урон у него тоже не шибко большой и не шибко маленький, потому что основная прелесть Акроконтозавра сокрыта совершенно в других вещах, а именно в двух вещах. Начнем с первой вещи. Первая вещь – это его способность во время укуса вешать кровотечение. И также стоит отметить, что у него кровотечение связано с его талантом Острозубой. То есть данный талант увеличивает урон и от кровотечения, и непосредственно по крупной добыче. А чем неприятно кровотечение, так это тем, что пока оно не сойдет, если вас укусил Акроконтозавра, вам нужно ждать, когда сойдет кровотечение, и только тогда у вашего динозавра запустится регенерация, то есть само вот это его лечение. Только тогда вы сможете восстанавливать здоровье. Пока с вас не сойдет эффект брида, то есть кровотечение, вы никак не сможете себе восстановить здоровье. А пока вы ходите, бегаете, прыгаете и так далее, показатель кровотечения растет-растет в до 100% и уже начинает переходить в режим нанесения урона. То есть тут сложно. То есть Акро вам не даст присесть, посидеть и полечиться. Это уже как бы ему в плюс, что это такой хищник, который будет вас выматывать. И вторая его визитная карточка – это устрашающий рёд. И на данный момент Акро Кантозавр за счет вот этого рёва, он ярко выделяется среди всего списка имеющихся хищников, потому что это, на мой взгляд, это самый интересный талант, точнее не талант, а способность. Этот крик, он мало того, что подрезает вносливость у противника, он еще и понижает урон у противника. То есть Акро Кантозавр – такой нехилый дебафер, можно сказать. Он может вам срезать урон, и за счет этого он может вас обыграть. То есть за него довольно интересные нужно отыгрывать партии в атаке. Также стоит отметить, что растет он довольно медленно. Честно, вот по моим ощущениям, это самый медленно растущий хищник. Вот он реально очень медленно растет. Я, в принципе, понимаю, почему. Это за счет того, что вот он такой вот интересный и необычный, что вот у него есть дебаф, у него есть и кровотечение. То есть с таким арсеналом он и медленно растет. Вроде бы как бы думаешь, да, оправданно, и в то же время задаешься вопросом, а почему Каула тогда растет все-таки быстрее? Так, ну в плане метаболизма, сытость, напитость уходит у него тоже умеренно, не слишком быстро. То есть, в принципе, его можно иногда оставлять, поваляться, но все же он уходит, у него еда довольно быстренько, но не так сказать, что прям очень сильно. Терпимо, терпимо. Следующий динозавр в списке это Ихтиавинатор. Данный динозавр является полуводным. Ну и, естественно, за счет этого у него особая диета. То есть ему нужно питаться мясом и мясом рыбы. Для того, чтобы прокормиться рыбой, в игре предусмотрена спам ботов такой рыбы под названием Органодус. Вы ее легко можете найти в водоемах, просто принюхиваясь. Вы ее увидите, она крупная, здоровая, то есть поохотитесь на нее и восполните свою диету, свой баланс. Далее стоит отметить, что Ихтиавинатор у нас, как и Лурда, на суше не шибко резвый парень, но зато очень быстрый и ловкий динозавр в воде. Он очень быстро плавает при должной прокачке. В плане урона стоит отметить, что у Ихтиавинатора на суше есть два вида атаки. Он либо кусается, либо ударяет своими передними лапами. Причем урон передними лапами куда больше, чем непосредственно укус. В воде же Ихтиавинатор просто кусается, либо на правую кнопку делает рывок, который его ускоряет и наносит урон, если попадаешь этим рывком в противника. Плюс Ихтиавинатору сделали особый пассив. У него как бы и есть пассив такой же, как и у Лурды. Это хождение по дну. То есть если вы опускаетесь на дно, то у Ихтиавинатора загорается этот пассив, у него медленнее уходит кислород, плюс у него усиливается способность рывка. А вторая его пассивная возможность, по-моему, Повелитель Бурь называется. То есть она срабатывает при выходе из воды. Ваш Ихтиавинатор ускоряется в плане движения, у него скорость увеличивается прям ощутимо на несколько секунд. Вы прям быстренько-быстренько убегаете, и физический урон у вас возрастает. Но во время грозы, во время активного роста, у вас вот этот Повелитель Бурь будет гореть все время, пока не закончится гроза. Поэтому с помощью Ихтиавинатора очень легко определять, когда начинается активка. Растет Ихтиавинатор, в принципе, быстро. Не прям очень-очень быстро, а, ну, как по мне, довольно быстро. Довольно приятный в игре динозавр, за счет того, что вот он полуводный. То есть вы можете и на суше походить, полазить, и в море поизучать, поплавать, побывать в разных местах. Как бы за счет вот этого за него очень приятно играть. В следующем списке у нас идет Вейхинвинатор. Это, наверное, на мой взгляд, самый популярный хищник в Бермуде. На какой сервер вы не зайдете, численности Вейхинвинаторов, или как она раньше называлась, Мегалозавр, как всегда, выше крыши. Это такой тоже среднячковый в плане роста, здоровья. Здоровья не сильно много, но и немало, как бы, в районе 700, если вы там до 1-2 вырастите. Но играть ей нужно очень аккуратно. Она тоже такой хищник довольно быстрый, прыгучий. За счет своей прыгучести может натворить немало бед своему противнику. За счет того, что у нее тоже довольно-таки хороший быстрый рост. Вы быстро вырастаете, достигаете нужной цели, какой вы хотите в плане прокачки. Урон у нее тоже такой умеренный, приятный. Но самое главное, чем отличается Вейхинвинатор, это своей способностью у родной, это распознавание. То есть за счет этой способности, если она у вас еще и замаксина, еще если и на 5, вы будете читать своего противника как открытую книгу, причем в буквальном смысле слова. Вы будете видеть все, вы будете знать, сколько у него сил и умения, сколько у него выносливости, сколько у него здоровья, и что немаловажно, какого он роста. То есть вы будете знать, на кого можно будет напасть, а кого лучше обойти стороной. Или если у вас вдруг случилась драка с кем-то крупным, вы всегда будете мониторить и отслеживать, сколько у него здоровья, что у него по выносливости. То есть за счет вот этого, за счет вот такой вот идеальной разведки, как по мне, Вейхин Винатор это вот очень опасный хищник. Тем более, если это стая, это очень страшное оружие в умелых руках. Это действительно так оно и есть, как говорится. Когда ты знаешь, что у твоего противника, ты можешь с ним делать все, действовать по-разному. Но за счет того, что у нее не очень много здоровья, ей нужно играть аккуратно. Аккуратненько, осторожно. Ну, обычно осторожность выигрывают за счет отчисленности. Поэтому всегда старайтесь играть в стаи. В плане метаболизма тоже умеренно терпимо. Быстро не уходит, в принципе. Можно полежать тоже, если что, при случае. В следующем списке в списке у нас идет тираннозавр, он же ящер-тиран. Это у нас, наверное, пока что самый крупный хищник на суше. Настоящий деймидж-дилер, потому что урон у Рекса очень большой. При желании можно его сделать очень большим. Если вы еще ему зону комфорта сделаете, там это уже стабильно. плюс 200 урона сверху, если вы ее на 3 вкачаете. Рекс довольно может быть мобильным хищником, если вы его покачаете в зелень. Он может вас приятно удивить своей скоростью. Что лично я в нем заметила в плане скорости, у него очень-очень хороший, даже можно сказать, резкий разгон. То есть он с места, он прям хорошо, быстро бросается в бег. Это вообще идеальная вещь для атаки где-нибудь из тыла, из засада. То есть вы хорошо можете среагировать и напасть или вовремя отбежать. Чем плохо, у тираннозавра очень-очень мало выносливости. То есть долго, как тот же Акро, вы не побегаете. Вы будете бегать на небольшие дистанции. То есть вы не марафонец, вы спринтер. Всегда это нужно держать в голове. Здоровье у вас побольше, конечно, чем у Акроконтозавра. Что тоже вам дает некую фору в бою. Но несмотря на это, все равно нужно быть осторожным. Тираннозавр, конечно, у нас мастер урона, но в то же время он еще и мастер ломать кости. Он хорошо ломает косточки. За счет этого он быстро настигает свою цель. Что порой доходит до того, что достаточно одного укуса и все, вы уже выиграли партию. Ну, если, конечно, ваш противник не вкачал защиту от кости себе не прокачал, тогда, да, уже нужно будет побольше укусов сделать. В целом, как бы, Рекс рассчитан на вот такое вот одно хорошее попадание, перелом и уже добивание. В плане роста растет медленно. Да, он считает, как Акро, но мне лично по ощущениям тираннозавр все-таки растет чуточку быстрее, чем Акроконтозавр. В плане метаболизма он лежебока. Он может отъесться досыто, причем у него наедабельность очень высокая, под 195. Вы можете себе набить брюхо и напиться хорошо. То есть, он очень долго может валяться с набитым брюхом. То есть, это хорошо. Это хорошо, вам не нужно без конца бегать, сломя голову, искать еду. Также у тираннозавра есть способность, это как раз-таки атака из засады. Когда вы присаживаетесь на контрол, у вас загорается пассив, что идет зарядка именно вот этой способности атаки засады. И когда она готова, вы ее активируете и тираннозавр на короткий промежуток времени получает ускорение. То есть, ваши показатели скорости возрастаются и вы можете сделать прям хороший рывок на свою добычу. Это, ну, если у вас еще тираннозавр в скорости, это очень такая гремучая смесь довольно-таки получается. Единственный минус, если вы сдвинетесь с места, то зарядка этого таланта у вас слетает. Вам нужно опять сидеть по новой и заряжать его. Далее игра нам предоставляет еще одного довольно интересного хищника. Это велоцираптор. И в чем заключается его интересность? В том, что в отличие от остальных хищников мы с вами передвигаемся по суше, но у нас есть с вами возможность карабкаться по деревьям, высоко запрыгивать, даже струить гнезда прямо на деревьях. То есть вы уже игру чувствуете иначе, когда садитесь играть за велоцираптора. Из-за того, что он такой маленький, шустрый, быстрый, мир вокруг вас преображается. Ну и естественно, учитывая, что он у нас динозавр маленький, мы сразу с вами понимаем это, что означает, что у него ускоренный метаболизм, то есть сытость, напитность у нас уходит довольно быстро. плюс мы с вами очень быстро растем, да, велоцирапторы растут очень быстро. Мы сами по себе очень быстрые и очень прыгучие. Велоцираптор обычным прыжком, вкачанным даже в три, очень высоко прыгает и в принципе на большие дистанции. А своим прыжком, который считается как за способность, так вообще он может перелетать на большие расстояния. То есть он хорошо преодолевает дистанции и легко может настигнуть свою добычу. Но опять же из-за того, что он маленький, у него очень мало хп, очень мало здоровья. Нужно быть очень осторожным. Хотя вас всегда может спасти такой талант как крепыш. То есть одну атаку, которая гарантированно вас должна убить, вы переживете, если у вас прокачан крепыш. И несмотря на то, что велоцираптор такой маленький, нужно считать, что это что-то такое не требующее внимания со стороны кого-то крупного. При желании стайка велоцирапторов, хорошо прокачанная в урон, может спокойно загрызть и крупного хищника, и крупного травоядного, если постараются. Также велоцираптор у нас является любителем воровать яйца и детеныши. Поэтому им можно играть либо в варианте такого воришки воровать детенышей и кладки разорять, либо в противного грызущего паразита, которым вы будете стая бегать и загрызать кого-нибудь крупного. Как по мне, такое сражение с крупной дичью это довольно увлекательный опыт и хорошее развлечение. И пока что последним у нас в списке идет негараптор. Это у нас хищник довольно тоже быстрый, прыгучий, быстро растущий. КП у него меньше, чем у Вейхинвинатора. Может, как акракантазавр, вешать кровотечение, причем со своего любого вида атаки. Мегараптора два вида атаки. Он у нас может либо просто кусать, либо, если вы зажмете правую кнопку мыши, у вас начинается непрерывная атака. Мегараптор начинает делать режущие удары, то есть своими передними лапами он прям подстригает. То есть за счет вот этой непрерывной атаки он на самом деле может очень хорошо и быстро сливать здоровье противнику, если тот зазевается. Ну и плюс стоит учитывать, что у мегараптора есть еще одна характерная особенность, это его отскок, который дает ему эдакий эффект не то чтобы инвиза, как бы его видно немножко, его вот контур, а само тело становится прозрачным. Плюс он во время прыжка получает способность, не то что способность, а то есть он игнорирует урон, хотя иногда мне местами кажется, что он совсем его не игнорирует, а в принципе получает. В общем, этот отскок хорошо использовать как при отступлении, как при попытке запутать противника, так и при возможности занять хорошую позицию, чтобы подобраться сзади к своей добыче, если она вдруг там за вами гоняется или еще чего. В общем, это крайне противный хищник, который может вам хорошо так насолить, но в то же время не стоит забывать, что мегирактор это все-таки хрустальная пушка, то есть, да, он при желании может хорошо раздамажить, но в то же время им нужно быть очень аккуратным и не попадаться под урон, потому что стоит ему пропустить, это уже чревато смертью. В плане роста уже сказала, да, растет быстро, метаболизм у него тоже пошустрее идет, в принципе тоже терпимо, приятно тоже такой хищник, им интересно побегать, попрыгать, полазить, тоже игровой процесс за него хороший. Итак, мы с вами ознакомились пока что на данный момент с таким списком хищников, может в будущем добавятся еще сухопутные охотники, будем ждать, ну а пока что что имеем, то имеем. Всем спасибо за просмотр, не болейте и пока-пока!